Не прошло и двух недель с момента выпуска предыдущего обновления, и Тайнан вместе с командой радует нас нововведениями, которые сейчас представлены перед вами. Открытая политика разработки сейчас такова, что изменения выпускают часто, прошло всего 10 дней, и Тайнан старается все рассказывать, все показывать и объяснять, чтобы мы понимали, что с игрой происходит. Он говорит, что очень фидбэка много, что он со всеми общается, и именно поэтому у нас такое количество различных изменений всего лишь за 10 дней разработки. Об этом и говорится в первых абзацах, он говорит, благодарит нас за то, что мы такие молодцы и участвуем в тестировании, кто из вас участвует в тестировании, ну-ка рассказывайте. И что именно благодаря этому он смог заметить различные проблемы, касающиеся системы дипломатии. Речь, конечно же, идет о квестах, о квестах, за которые нам полагаются определенные награды, и о том, как эти награды считаются. О том, что некоторые квесты приходят слишком рано, и вы не можете их выполнить, а иногда награды за существенные квесты, ну, никакие, и нет смысла за них браться. Понять эту проблему он мог только через наш фидбэк, и он очень радуется тому, что мы с ним взаимодействуем. Ладно, идем дальше. Более важная вещь, которая произошла, она касается того, что у вас может быть в поселении далеко не один представитель знати. Мы уже смотрели эту концепцию о том, что якобы можно набрать кучу йоминов, йомины не требуют никаких особых привилегий, им ничего не надо, им все нравится. Но если вы захотите действительно, как здесь, держать в колонии шесть рыцарей, это возникнет определенная проблема, что каждый из них требует, черт возьми, отдельную тронную комнату. Это невероятные расходы. Поэтому разработчики Римворлда пошли к нам навстречу, и теперь вы можете делать одно, единственное тронное помещение под всех ваших властителей. Ну, правда, трон все равно у каждого должен быть свой. Оно будет большое. Даже можно пойти и посмотреть, как это сейчас выглядит. Я тут тестирую всякий дом престарелых, у меня куча поселенцев, которые болеют разными заболеваниями, питаются Люциферием. И помимо этого, у них тут два чудесных персонажа, которые являются как раз властителями. Два графа, сразу же я решил ва-банк пойти, чтобы было ощутимее. Ну и, собственно, вот очень впечатляющий тронный зал у одного, и где второй? И такой же впечатляющий зал у второго. В принципе, здесь может идтиться еще, допустим, несколько рыцарей. Им не понадобится такой крутой трон, можно им поставить обычные какие-нибудь, вот такие вот штуки влепить. И тут будут сидеть, допустим, рыцари. Можно очень эффектно это оформить, там, знаете, один большой трон, и вокруг него всякие вассалы сидят. Ну, чтобы был отыгрыш какой-то. Я вам тут сразу затравочку сделаю, будем потом разбирать титулы, обязательно будем разбирать титулы. И, гипотетически, можно воткнуть этим самым знатным товарищам разделители биоритма, из-за которого они не будут спать и не будут нуждаться в своей крутой спальне. А еще веселее, гипотетически, есть вариант сделать их аскетами, например. Чувствуете, чем пахнет? Можно очень интересно организовать свою игру. Но это, как всегда, мы будем с вами обсуждать в следующих видео, поэтому тебе нужно подписаться и ждать, когда оно выйдет. Касательно видео по наркотикам, оно в процессе, потому что мне осталось протестировать Люциферий, который опять немножко поменялся по балансу. Ну, вот такая вот игра у нас. Она постоянно в разработке, приходится вносить правки в свои же наблюдения. Меня еще смутила некоторая истерия, которая произошла у нас в сообществе. Многие опять залопили, что вот, вышли моды, ничего теперь работать не будет. Тайден говорит, что они прям самостоятельно все тестируют, что они стараются сделать так, чтобы моды были максимально совместимы с тем, что они разрабатывают. И вот прям старательно проверяют своей командой. И также в Дискорде предводят обсуждения. Так что если вы владеете инглишем, тут, в общем-то, даже вон ссылка на него есть. Можно туда идти и ругаться на них. Ну, или не ругаться, или просто помогать в разработке. В общем-то, это одно и то же, о чем я. Тайден в очередной раз благорит нас за то, что мы этим всем занимаемся. И утверждая, что все-таки у них есть конфликт с модом Startup Impact, который они пока никак не могут сами сделать, видимо. И поэтому это вопрос к разработчикам мода. Возможно, скоро он начнет функционировать, хотя я такого мода не знаю, я им не пользуюсь. Я модами вообще практически не пользуюсь, но я думаю, внимательный зритель заметил, что у меня немножко кое-что поменялось. Пиши обязательно, если ты заметил, что я поставил и зачем я это сделал. Поехали непосредственно по изменениям. Ну, про то, что теперь несколько человек могут пользоваться одной тронной комнатой, мы уже знаем, мы уже посмотрели. Помимо этого, теперь те персонажи, которые не являются владельцами титулов, могут пользоваться музыкальными инструментами. Раньше это делали и исключительно знатные люди, собираясь концерт и так далее. Сейчас это, в общем-то, даже видно. Собственно, вот оно, маленькое чудо. Да почему вы так мало играете? А, ну потому что удовлетворенность высокая. Вот прям видно, высокая культура. Та не 8%. Играют они теперь. Играют они на музыкальных инструментах. Теперь королевская речь является отдельной обилкой, которая всячески контролируется, с которой всячески можно взаимодействовать. Это очень понятный инструмент. Вылетен вот таким образом. У каждого из тех, кто является правящей элитой, есть вот такая кнопочка. Прочитай, пожалуйста, речь. И она зависит от ваших параметров социального влияния. А они, как мы помним, зависят исключительно от уровня общения, от состояния здоровья. Ну, у меня тут немножко веселые ребята. У меня дом престарелых. Поэтому у него все немножко плохо. Мы берем, нажимаем кнопочку. И срабатывает вот это вот событие, что он начинает читать речь. Народ собирается. И все идут его послушать. Смотрите, даже этот, который другой, тоже начинает слушать его. А если они одновременно будут? А! А, еще и дебаг какой-то случился. То есть, типа, он не может одновременно? Ой, как интересно. Ой, как интересно. Одновременно читать нельзя. Пока это даже в форме дебага крашится и не работает. Убраны минимальные требования для нетребовательных титулов. Речь идет о всяких низких ребятах, типа, там, оруженосцев, или йоминов, или землевладельцев, которых вам, видимо, прицелают на выполнение квеста. Они имеют зачастую эти самые неприятные свойства. То есть, титула, которые требуют у них королевского отношения, они не имеют. А королевское отношение они требуют. Ну, скажем так, такой баг. Я думал, сейчас такой хитрый. Возьму, посмотрю у себя в своем же прохождении все это дело. А патч-то вышел. У меня же игра-то уже обновилась. Даже то, что я загружаю старый сейф, я не могу посмотреть, как себя вели вот эти вот ребята. Были ли у них повышенные ожидания. Это вот гвардия, которая присылает к стеллаху. Это, в общем-то, сам стеллах, который по квесту вам дается. С которым нужно будет делать финальную часть задания. Ну, значит, просто поверьте мне, назвало, что раньше было хуже, теперь стало хорошо. Вот смысл всего этого изменения. Большой и страшный абзац, смысл которого на самом деле, ну, не такой уж и не простой. Речь идет о проблеме того, что когда у вас какие-то профильные милишники с крутым оружием оснащены имплантами, то у них понижается ДПМ. А в видео про импланты я это активно рассказывал. Можешь перейти по ссылке и посмотреть. Там есть такой чудесный момент об этом. Беда заключалась в том, что у вас добавлялась еще одна атака. Атака этим самым имплантом, которая забирала шанс нанесения атаки острием вашего оружия. Из-за чего страдал ДПМ. Сделали по-другому. Теперь это выглядит следующим образом. Что у вас есть лучший тип атаки, средний тип атаки и худший. Лучший тип атаки, он занимает 75%, неважно от того, какие еще у вас типы атаки есть. Средний тип атаки 25%. А плохой вообще не используется. Если у вас есть вооружение каким-нибудь мечом, то у вас лучший тип атаки будет острием. А средний тип атаки может посчитаться как удар коленом, локтем, укусом, удар головой, кулаком. Но если у вас стоит имплант, он будет заменять этот тип атаки полностью. И имплант будет наносить приличный урон, тем самым увеличивая ДПМ, а не уменьшая его, как это было некоторое время назад. Вот у меня колонит с копьем, у него сейчас ДПМ 750. А как оно проверяется на самом деле, в режиме разработчиков есть одна важная кнопочка. Вот она в другом разделе, называется на лист, мили, репс. Выщелканные персонажи, и вот они прописываются, те самые вещи. То есть у нас есть лучший тип атаки, есть средний тип атаки, который, вот, древко-древко, кулак-кулак-голова. Зубами, а нет, головой и зубами, вот он не атакует, потому что он худший и всего лишь 0%. Как раз вся эта формула здесь и видна. То есть сумма вот этих вот 25, и основная атака 75. Смотрим, что будет, если мы поставим ему имплант. Вот у нас стоит имплант. ДПМ немножко вырос на 12 пунктов, и смотрим, что у него находится внутри. Не так уж это и полезно, потому что он распределился между атаками, кулаками и прочими другими частями тела. Даже с установкой силовых когтей ситуация поменялась неощутимо. Но, видимо, сейчас надо еще протестировать, работает ли высокоуровневое оружие, потому что просто стальное копье было. А со всякими моносвордами ситуация вообще смешная. Как я и рассказывал раньше, он вообще перестает бить конечностями. Так что установка имплантов, да, она теперь не идет в минус, но и в плюс она особо тоже не идет. С определенного момента, с определенного урона, а это как раз 40 единиц, это ваншотилка, он перестает атаковать конечностями слова совсем. Это хорошо, это теперь понятно и эффективно, но смысл установки имплантов, он где-то посередине находится. То есть между плохими видами оружия и сверххорошими. Ну вот, например, та самая история. Мы взяли моносворд похуже немножко, он стал атаковать силовыми когтями и коленным шипом. Причем эти атаки вроде как получаются полезнее и эффективнее, чем атака рукоятью. Хотя, да нет, ДПМ все-таки у силовых когтей побольше и у коленного шипа. Но он не перестает атаковать рукоятью от слова совсем. Да, он перестает бить кулаками, которые у него не прокачаны зубами, головой, но он продолжает бить рукояткой, имплантами, которые все равно понижают ваш полноценный качественный ДПМ. Сомнительно все это. Полезно ли это? Нет. Но хуже от этого не становится. Супер важное изменение. Колонисты, которые не могут быть хозяином для каких-либо животных, потому что у них навыков недостаточные, теперь могут игнорировать это правило. Если у вас появилось животное, которое привязалось к колонисту, не умеющего его приручать, то его можно поставить как подчиненное ему создание. Ну, просто возникали ситуации, когда у вас, блин, колонист не может ухаживать за этим зверем, а звер хочет и колонист хочет, и у вас висит дебаф в минус 3. И сделать вы ничего не можете. Исправили эту проблему, и это замечательно. Давно пора. Немножко поправили систему ссылки на квесты. Ну, я не обращал на это внимание. Но, видимо, да, приходилось открывать квест-лог, там еще пару щелчков делать, теперь этого делать не надо. И исправили беду с шаттлами, что если они по какой-то причине, опять же, не могут сесть так, чтобы ничего не повредить, то они все равно стараются сесть так, чтобы ничего не повредить. Заметьте, это изменение почти в каждом патч-ноуте есть, что они что-то пытаются сделать с шаттл. Я не замечал этой проблемы, пока у меня они не сили на склад с пласталью. Как вы думаете, полсклада просто исчезла. Это вот кто-то подгорел, кто-то написал, и теперь еще раз они проверили этот алгоритм, чтобы он работал лучше. Если вы уже заметили, как происходят квесты с повторяющейся угрозой, то они проходят с циклом 24 часа. То есть вам пишут, что вот, вы должны удерживать там такую-то делегацию в течение 5 дней, и каждые 24 часа на вас будут нападать вот таким-то составом. Вот, цикл сдвинется. Он теперь не будет обязательно 24, он может быть меньше, он может быть больше. И при этом может случиться такая история, что он будет пересчитываться. Пересчитываться он будет за счет того, кого к вам прислали. То есть да, у него есть базовый уровень по звездочкам. Очень специфическая система контроля, но... А также теперь на это все будут влиять люди, которых вам отправили. То есть если вам прислали Королевскую Гвардию во главе, блин, вот со Стеллархом, у вас уровень угроз подскочит на стоимость этих ребят. И это будет очень больно, потому что это 5 колонистов, каждый из которых стоит в среднем там 5-10 тысяч. Это будет ощутимый рост уровня опасности и угрозы. Три новых балансных правки. Они на самом деле очень простые. В первом случае вы всегда получаете в награду минимум 250 серебра за любое задание. Какая бы она там, простая задача не стояла, 250 серебра или эквивалентная ему стоимость вы получите. Затем, если количество очков задания меньше 300, то ваши гости не могут прийти больными, битыми или лежачими. И опять же последний параметр, если у вас нет 400 очков по сложности, то тогда к вам отправляют именно гостей, которые не имеют требований к настроению, что значительно облегчает вашу задачу. Это все очень полезно для стартового этапа игры, когда вы не способны контролировать эти параметры. То есть вы не уверены, что сможете вылечить гостей, вы не уверены, что сможете предоставить им необходимые условия. И вам любая награда сойдет, даже 250 серебра, ну хотя бы что-то. Касательно очков квеста посмотреть сложно, потому что у них есть, как вы помните, отдельный уровень, который отображается за счет звездочек. Это ваш дополнительный ориентир, ваш единственный ориентир, который вы видите без таблиц и различных параметров. Но также в режиме разработчиков есть раздел Incident Chance, в котором можно посмотреть вот такую страшную таблицу, и вас интересует только последний столбец, количество очков. И тут у меня 6147 очков. Чё так много-то, ё-моё? Понимаю, почему мне такую жесть устраивает последние несколько дней. Ну да ладно. Гипотетически вот это вот значение, оно как-то совмещается со значением вашего квеста, и получается конечный результат. У меня, конечно, уже лейтгейм. У меня 6000 очков, это дофигище. У вас история будет совершенно иная. Когда вы будете считать в начальном этапе, у вас будет 35 очков в самом начале, первые всякие угрозы, первые события. И в течение ближайшего года выше 200-400 очков оно не поднимется. Это означает, что первый год у вас квесты будут простенькие и доступны к выполнению. Их нужно брать элементарно, потому что они сделаны специально для того, чтобы вы их легко выполняли. У меня в начале этого прохождения на болоте были квесты, и они были тяжелые. Теперь этой проблемы нету. Тоже несколько пунктов по квестам, что вам не будут присылать никаких помощников там, гвардейцев и так далее на квесты с одной из звездой, если они касаются удерживания и принятия каких-либо гостей. В принципе, посчитали по-другому, как считаются очки на этих квестах, и количество людей, которые к вам высылают. То есть у вас, если низкий уровень развития, вам не будет высылать толпу гвардейцев, из-за которых у вас, блин, будет расти уровень поселения и уровень угрозы до того уровня, который вы не сможете поднять самостоятельно. И также эти квесты, которые связаны с принятием гостей, они, в принципе, теперь не выходят за уровень двух или трех звезд. Значит, множители сложностей у них более скромные. Есть у нас такая категория случайных квестов, которые приходят постоянно, есть категория квестов, которые происходят, ну, стабильно. Так вот, случайные квесты, они, в принципе, не бывают меньше ста очков. Даже если вы только что начали свое поселение, и вам пришел случайный квест, то он будет, как бы, уже на сто очков сложности. А все остальные квесты, в дальнейшем, которые там есть нацеленные, они не бывают ниже двух ста. В принципе, поменяли вариатив по этим рандомным квестам, чтобы было поинтереснее. И также поменяли в очередной раз. Переработали, блин, механоидные кластеры. Что у вас не будет механоидных кластеров на низком уровне угрозы, где механоидный кластер состоит, там, из одного жнеца и из одной турели. Это, конечно, хорошо, но, то есть, если падает кластер, значит, у вас точно будет гореть задница. Готовьтесь к этому. Также на низких уровнях не бывает заражения. Это квесты, связанные с жуками. А там страшные достаточно квесты с жуками происходят. У меня пришел квест, блин, на монумент. Кстати, вот о нем речь. О том, что монумент теперь нужно сохранять не 10-30 дней, а 20-50. Так вот, у меня был этот чудесный квест. Да он есть, есть этот квест. Он никуда не девался. Блин, его надо прям показать. Вот он, пугающий чертеж называется квест. Если через 48 дней памятник, хотя бы его один элемент был разрушен, последует наказание в виде 94 ульев. Так там был еще один квест такой же. Нет, нету его этого квеста чудесного. Но там была такая же история, что нужно было построить монумент и после этого его охранять. Если я его не буду охранять, на меня также нападут не 94 улья, а 290 пум. Это просто невывозимо, даже вот физически. С одной стороны это справедливо, с другой стороны у вас разрушение монумента может произойти по случайным обстоятельствам. Метеорит на него упадет, или, не знаю, обломок корабля, или мир-кластер дропнется сюда прямо на монумент. Че вы будете за тем делать? И вот теперь это стало еще страшнее, что теперь не 10-30 дней вы должны истеречь его как зеницу ока, а 50, 20-50. Я просто пытаюсь представить себе эту историю, что увидев угрозу там в 100 ульев или в 300 пунктов, и просто жить переезжаешь в этот монумент на всякий случай, чтобы, не дай бог, его никто не разрушил. Также алгоритм расчета награды переведен в систему, что вам стараются сделать какую-то одну или несколько больших мощных картных наглад. Наглад? Наглады. И чтобы эти наглады были в единичном количестве и давали вам большие бонусы, а не куча маленьких наглад, которые вам нафиг не нужны. Также перебалансили, не буду повторять это слово, в случае, если вы выполняете квесты с тактичными осадками, там, со всякими угрозами, природными катаклизмами. Не знаю, как оно по-другому считалось, это был прикольный квест, там, типа, за жару вы получаете силовые когти, или там, на вас нападает куча зверей, и вы получаете деньги. Нормально все было, нормально. Зачем перебалансировать, непонятно. И также перебалансили награды в случае, если вы удерживаете какого-то гостя у себя, и перебалансили с точки зрения того, что это бывает, блин, выгодно. То есть вам присылают специалиста, который, там, ну, например, вообще не умеет, а у вас, ну, никому общаться, или вам присылают спеца, который умеет медициной заниматься, у вас эпидемия. И это даже хорошо, что вам прислали такой квест, потому что вы можете получить с него профит. Поэтому награды теперь будет меньше. Готовьтесь к этому. Эти квесты будут менее выгодными. Очередной ребаланс касательно приема гостей на низком уровне вашего развития поселения, когда вы, ну, не можете просто принять много гостей, или вы не можете их развлекать, что они просто вас не посещают. И также у вас не будет каких-то завышенных титулов среди гостей. То есть не будет вас посещать граф в начале веры. Максим, какой-нибудь Йомин или Руженосец. Это тоже все хорошо сказывается на качестве раннего этапа. В принципе, эту систему целиком перерабатывать, что у вас разные квесты в самом начале, они помягче становятся. А в конце за те же самые действия, за те же самые бонусы, вам придется вкладываться намного больше. И также нам повышают количество квестов, которые повышают популяцию поселения. Я, в принципе, заметил это уже на начало обновления, когда приходили интересные колонисты за не очень сложные задачи. И в дальнейшем оно все будет намного комфортнее. Более того, все эти квесты не будут появляться с неизвестными угрозами. То есть в большинстве случаев, особенно на начальном уровне, вы будете видеть конкретные угрозы, будете анализировать, что вам нужно сделать, чтобы принять этого колониста и отбить его от преследователя. Это классно! А дальше пошли изменения, более понятные остальным участникам. То есть тут нет неких сложных пояснений и суперкрутые изменения. А первый из них касается ульев. Теперь улья у нас распаковывается не за 14 секунд, а за 28. Это, блин, суперкруто. Потому что бывало, что какой-нибудь спаун ульев застигает вас врасплох, и они спаунятся, блин, у вас в вазарете, где у вас лежат инвалиды, и покоцаны, и они не могут уйти. Это прям спасение в данном случае. То есть от того, что они дольше спаунятся, ничего не поменяется, кроме того, что они станут менее опасными. Затем в Люциферии поменяли цену со 120 на 70. На самом деле это не так обязательно, потому что купить его несложно. Его иногда сложно найти, бывает. У меня было последнее прохождение, мне пришлось, блин, перед финальным квестом оббежать все поселения вокруг, и на последней таблетке в Люциферии я собрал еще 10 штук, чтобы дойти в финальный квест. То есть свернулся и начал его. Теперь все, кто будут мне говорить, что с Люциферием проблемы, вот, ребята, вам его еще и по цене скинули, вам намекают, что он классная штука, что им надо пользоваться. А вы постоянно, ой, нет, опасно. Зачем ты нам советуешь эту дрянь? Она теперь еще и дольше вас стоит, почти в два раза меньше. Обращайте на это внимание. Вот это вот изменение мне немножко непонятно. Это про чип счастья, что его эффект на сознание увеличился с 20 на 30. Под Люциферием, который теперь дешевый стал, двадцатка нививировалась плюс десятка сознания. И, мол, можно было использовать чип счастья вместе с Люциферием, и было, ну, не страшно. А теперь снова станет страшно, потому что он ровно на значение Люциферия изменился. Кто из вас пользовался чипами счастья? Не знаю, поднимите руки, напишите в комментарии, пользовались ли вы ими, и вообще, будете ли пользоваться сейчас? Не знаю, откуда тайно взял такие отзывы, мне просто уже любопытно. Стоимость ловушек стала не 35, а 45. Любители делать киллбоксы из кишки с остальными ловушками? Ребят, ну повредитесь. Игра в очередной раз показывает, что вам будет сложнее. Я это почувствовал на другом уровне, и что у меня на моё чудесное болото за все там 20-30-40 нападений, а прямых нападений было 5 штук. Осады, мехокластеры, осады, подрывники. Никогда практически они не ходят теперь в киллбоксы, и у меня киллбоксов-то и нету. Теперь вам ещё их строить будет намного дороже. Тысячу раз говорю, Тайленд старается бороться с застройкой киллбоксами, и он это сделает правильно и справедливо. Поменился фактор колющего урона при использовании материала в качестве древесины. О чём это говорит? Это про всякие деревянные мечи. То есть они будут получать меньше урона, у них будет меньше ДПМ. Это на самом деле здорово. Почему? Потому что можно делать тренировочные мечи, мрать самого дурацкого перемесленника, давать ему делать мечи из дерева, он будет делать откровенное говно. И этим откровенным говном можно без травмы тренироваться между вашими поселенцами, ну или там, не знаю, на пленниках, или на животных, или использовать их в качестве полицейской дубинки, чтобы останавливать яростных колонистов. Цветное освещение. Много-то им пользовались, но она прикольная штука, когда ты делаешь интересную базу, какую-то пытаешься зонировать её. Теперь его не обязательно исследовать на продвинутом столе. Он на обычном столе исследуется и не требует хай-теха. Также появилось классное изменение для сложности. Теперь от уровня сложности меняется количество мяса, получаемого при разделке трупов. Так же, как это было с растениями. То есть вы, когда растения собираете, да, у него написано, что при сборе вы получите с него 7 единиц продукции. Вот, тут написано коэффициент сложности кошмара. То есть на деле на 20% больше. То есть там 8-9 единиц клубники собиралось. То же самое теперь будет происходить при разделке трупов. Мы можем тыкнуть вот сюда вот, посмотреть количество мяса, и тут снова тоже появляется коэффициент размера тела, целости тела. А что там написано? Странно. Вроде как уже должно было поменяться. Нет, в строке здесь она отсутствует. Но принцип тот же самый, что при разделке у вас будет получаться меньше мяса. Может быть и лучше не дозавезли. Сказать, что это повлияет на прохождение? Да нет, никаких сложностей это не вызовет мяса, всегда много. Но нужно будет учитывать, что теперь высокий уровень сложности диктует даже проблемы по разделке трупов. Эти прохождения, когда вы там на леднике стартуете, вместо того, чтобы разделывать зайцев, едите его целиком, это будет еще более актуальное решение, чем раньше. Водяные помпы теперь не уничтожают объекты рядом с ними. Не знаю, я ими не пользовался, хотя прохождение на блоках диктует такую потребность. Но, видимо, они разрушали какой-то объект, стоящий рядом с ними. Теперь этой проблемы нет. Также всякие дорогие полы, если вы их демонтируете, они возвращают вам 75% от их стоимости, так же, как и со всеми остальными полами. Но, видимо, раньше была проблема, что они либо половину, либо ничего не возвращали. Сейчас поменяли баланс, который касается возврата с разбора поверхности. Также изменился уровень исследований, необходимый для строительства маяков посадочных. Это та штука, на которую у вас в дальнейшем садятся корабли. Ну, не корабли, а шаттлы. Вот эта штука, она требовала изучения микроэлектроники. Теперь для ее строительства нужно сделать исключительно исследование электричества. То есть на стандартных сценариях, когда вы играете за поселение, они будут вам доступны со старта. Вот очень важное изменение. Технология, которая позволяет делать лук, большой лук, она никак не связана с кузнечным делом, она независима от него. Но сделать его можно было только, блин, на станке кузнечном. Теперь оно все намного комфортнее. То есть вот у вас есть рекурсивный лук, длинный лук, и делать этот длинный лук вы можете без технологии ковки. Это очень хорошо для племен, и это очень хорошо для стартовой игры, потому что длинный лук это такой очень бюджетный вариант, который позволяет вам получить по факту винтовку на раннем этапе игры. Очень полезная вещь, которая сильно упрощает геймплей против осад в первый год игры. И вот одно интересное изменение, которое, блин, влияет на стоимости колонистов. И влияет оно очень специфическим образом, что здоровье теперь, в принципе, считается как негативный эффект цены. Он и раньше был как негативный эффект цены. Но здесь касается конкретно винтов разума. Дело в том, что при генерации персонажей сейчас стали попадаться часто персонажи с винтами разума. Вот, у меня даже при создании поселения с пенсионерами загенерился персонаж, который является янычаром и который имеет у себя винт разума. И этот винт разума негативно сказывается на его стоимости. Вот, даже написано винт разума минус 110. Это специфическая вещь, которая больше важна к отыгре, что в случае с этим персонажем это указывает на его рабское происхождение, что его продали в рабство. Пока он был рабом, у него был винт разум. А вы можете купить персонажа с винтом разума со скидочкой и потом его изъять. Почему нет? Это, в принципе, вполне себе. Я, кстати, тут затравочку скажу под будущее видео. О том, что винт разума имеет смысл в установке для пленников. Почему? У него сразу накидывается 20 единиц боли. Если он бунтует, он получает короткую очередь из чего угодно и падает из-за высокого уровня боли. Это классно, это здорово. Там вместе с ампутацией какие-то конечности замены их на режим Буратино позволяет делать безопасных пленников, которых вы потом будете продавать той же фракции империи. Единственный минус этой концепции заключается в том, что вам, скорее всего, этих же ребят потом отправят в качестве военной помощи. И пользы от них будет, ну, соответствующее количество. Так имперцы оценивают ваших колонистов в 3 единицы в любом случае. Винт разума еще не пробовал ставить, но, скорее всего, принцип тот же. Радс, они принимают колонистов даже бесконечности. Значит, они с винтом разума должны. Хотя вот это дополнение, изменение, которое появилось, но, может быть, имеет и это значение, что он станет стоить не 3 очка, а 2. Нужно тестировать. Технический раздел касается, в первую очередь, мототелов. То есть, если вы что-то из этого понимаете, читайте это вот как раз про вас. Опять же, речь о том, что просто комфортнее работается. И текстовый раздел, он, в общем-то, тоже туда же. Они взаимосвязаны, касаются локализаций. Ребята из команды переводчиков жаловались, что после уже приведения правильного перевода игра выставляет неправильные падежи и окончания во многих словах. Вроде как, часть из этих вещей ушла под фикс. Но сказать вам наверняка, что все стало хорошо, я не могу. Спросите у ребят, которые делают переводы. Хорошо им стало, комфортнее. Если да, то замечательно. Если нет, ну, в общем, нам-то какая разница на данный момент. Из фиксов большая часть, опять же, касается второстепенных моментов, которые я вообще не замечал, вы, думаю, тоже. Но среди них есть пара вещей, с которыми я сталкивался и которые имеют значение. Например, раньше была такая история, что броня смягчала урон при проваленной операции. Я это видел несколько раз. Это очень странно выглядит. То есть, вы делаете операцию, она проваливается, и у вас даже проигрывается анимация, что в персонажа было попадание, которое было поглощено броней. Ну, это была, может быть, полезная фишка, но на деле она не имела никакого значения и она была контр-интуитивной, нелогичной. Теперь броня никак не защищает вас во время операции. Это справедливо. Еще одна важная правка. В прошлый раз они фиксили, что мех-кластер активировал спрятанные в древнем зле ульи с насекомыми. Теперь возникла еще одна аналогичная проблема. Если у вас спаунятся ульи, то если есть еще ульи где-то, это тоже приводит к их атаке, к их агру, к их активному росту. Хорошо, что это замечается, потому что в большинстве случаев вы не в курсе этих событий, и потом для вас оказывается сюрпризом, что у вас там где-то в скалах несколько сотен или тысяч шуков было, и никто не знал их существования, да и вы не должны были знать о их существовании, потому что они были в невидимой области. Была еще одна супер нелогичная вещь. Заключалась она в том, что дикие одичавшие люди страдали от своей ноготы. То есть человек сам разделся, сам пошел жить в гармонии с природой, и сам же недоволен тем, что он голый. Это очень старый баг, ура, что они обратили внимание. Это говорит о том, что команда сейчас занимается исправлением даже самых мелких недочетов. Еще одна вещь, которую я замечал, но я думал, что это не баг, что в этом прикол есть, что ваш дворянин, когда идет рассказывать речь, идет очень размеренно. Если он находился в другом конце карты, он может добираться с его трона несколько часов. Я думал, что в этом прикол, что типа, вот вы черни, нелюди, сидите и ждите вашего вождя, пока он дойдет. А оказывается, это баг. Ну, ладно, это была забавная фишка, это было не обязательно убирать, но это, скажется, на комфорте игры, это логично, это тоже справедливо. Очень важный фикс, с которым я не столкнулся, но я думаю, что у кого-то сгорела задница с этого, что сборщик Дани, сборщик податей, приходит на вашу территорию, когда там уже находится караван. А исходя из прошлого патч-ноута, Империя автоматически считается враждебной к любой другой фракции. Это, естественно, приводило к замесу и, возможно, к гибели этого самого сборщика. Это очень хорошее изменение, я думаю, что это просто замечательно. Не могу сказать, что у нас произошел какой-то глобальный патч, капитально перевернувший игру, однако, нужно понимать простую вещь, что прошло всего 10 дней с момента прошлых изменений, и то, что за 10 дней так ощутимо была первоопатчная игра по всяким мелочам, это здорово. Это классно, когда разработчик находится в прямом контакте с игроками, да еще в такой чудесной, интересной, совершенно неповторимой игре. У нас сейчас такая эпоха, когда мы можем повлиять на свою игру, мы должны писать, мы должны общаться, мы должны взаимодействовать друг с другом, поэтому, да, 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 давай, иди в комментарии и рассказывай, с чем ты из этих изменений не согласен, мы все обсудим. И, опять же, если ты заметил странности, если я что-то недосказал, если я что-то забыл, упустил, неправильно интерпретировал, такое же тоже возможно. Обязательно скажи мне об этом, чтобы контент на моем канале стал лучше, а тебе было интереснее его смотреть. Ну, и, конечно же, подписывайся, обязательно ставь лайк, если тебе было интересно, ну, и до скорой встречи, не знаю, когда я обещал сделать видос по наркотикам, а он все еще в разработке, не кидайся в меня помидорами. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.